всем привет давненько я с вами не общался но как вы все знаете мы находимся под карантином это время довольно таки интересное время довольно таки необычное я думаю что вы также столкнулись с подобными вещами и это видео я назвал капиталистический коммунизм да действительно последних последний месяц мы прожили в коммунизме правда он имеет капиталистические корни нам дают деньги мы имеем продукты мы имеем огромное количество свободного времени и у людей действительно появились проблемы со временем они не знают чем себя занять что делать в это время как развлечь себя и в социальных сетях для этого очень много много разных предложений так вот я хочу с вами сегодня поделиться моим взглядом то что я вижу как я переживаю все это особо писать нечего было особо рассказывать нечего потому что каждый день это практически одно и то же хотя я вам скажу что у нас не так строго как в других странах или в других штатах например нью-йорк мне часто задают вопрос что у вас там вообще мрут люди на улицах и все такое это не совсем так но нужно учитывать что нью-йорк это огромные огромное количество народа живущая на очень небольшом не было небольшой площади перегружена поэтому это зараза она распространяется там очень быстро многие госпитали они пусты те которые не специализируются именно на проблеме с коронавирусом а вот те которые занимаются этой проблемой там действительно поток народа там есть и умершие там есть и заболевшие и и всем любителям вот этих заговоров я вам скажу что не обращайте внимание на вот эти сказки вирус действительно серьезный и за прошедшие десятилетия мы переживали различные виды вирусов болу свиной гриб птичий гриб там еще какие-то даже я помню миллениум когда всех нас пугали что компьютеры выйдут из строя и конец мира наступит вы знаете человечество очень быстро набирается опыта и поэтому для того чтобы не произошли большие проблемы людей начали ограничивать в передвижении для того чтобы они не разносили эту заразу спрашивают или лично я знал людей которые заболели или умерли да таких я знаю моей жены двоюродная сестра ее вся семья переболела а так как она астматик она перенесла это довольно таки сложно был момент когда даже хотели ее вводить в кому как все уже говорили специалисты что для людей которые старшего возраста мой возраст старше и имеющие какие-то патологии какие-то хронические заболевания этот вирус особенно опасен поэтому да вот моя родственница переболела вся семья переболела дети переболели легко муж переболел на ногах как говорится а она была госпитализирована а мой знакомый живущий во флориде точно также прошел эту болезнь довольно таки сложно и его на днях выписали из госпиталя еще у одной моей знакомой свекр умер но он был в доме престарелых и туда кто-то занес вирус и кто-то посетил и заболел человек за пять дней его не стало поэтому да лично я столкнулся с этим вижу но нельзя вот говорить это все об целой стране это 50 штатов это есть мегаполисы есть периферийные небольшие городки есть районы и штаты где нет вообще больных поэтому вот эта паника она как я уже не раз говорил любую панику любую ситуацию которая приходит в нашу жизнь люди научились использовать по максимуму для себя как я говорил благо глобалисты выжимают из этого свое политики свое чиновники свое медицина в какой-то степени особенно те кто занимается лекарствами они пытаются выжать из этого свое бизнес выжимает из этого свое и в общем каждый пытается ну на этом сделать что-то мы должны это понимать быть объективными и не поддаваться панике сми наши если будут рассказывать о какой-то хорошей семье что у них все мирно что они 50 лет прожили нарожали детей у них все хорошо их никто слушать не будет они любят хайп и этот хайп сегодня присутствует абсолютно везде на телевидении на радио в соцсетях и люди которые не умеют критически мыслить которые не умеют анализировать самостоятельно и искать информацию чтобы ее сопоставить сравнить конечно же они попадают в сети вот этой информационной войны вот поэтому что я вам скажу о себе и о том городе где я живу я живу при городе сиэтла в городе в котором приблизительно 100 тысяч человек город очень хороший красивый богатый вот и у нас довольно таки неплохая обстановка никто нас не заставляет носить маски хотя люди довольно таки законопослушные носят маски держаться на расстоянии 6 футов друг от друга и вот даже сегодня мы женой пошли погулять по дорожке в парке походили люди друг другу вежливо улыбаются здороваются уступают дорогу стараются не контактировать вот я также на прошедшей неделе посещал банки посещал почту посещал магазины везде все тихо спокойно нет никакого напряжения хотя сегодня я посмотрел что в некоторых городах уже начались демонстрации а сан-диего все в нашем штате в олимпии это столица нашего штата если кто не знал были уже выступления людей что снимайте с карантина и так далее я понимаю что есть чиновники которые мало понимают и они иногда принимают какие-то не очень правильные законы и вот наш штат по моему единственный где запрещена до 1 мая рыбалка и охота казалось бы каким вирусом человек может заболеть в горах если он там с ружьем или винтовкой пошел поохотиться или с удочкой сидит посередине озера где-то или на заливе кому какую опасность он представляет но чиновники есть чиновники они приняли подобное решение и нигде в америке больше такого закона нет и кстати вот против этого закона выступали сегодня люди в олимпии вот я чем я занимался все это время я размышлял знаете у их клесиаста есть хорошее время хорошее место писания в книге и клесиаста я могу даже вам зачитать кому это будет интересно можете открыть библию екклесиаста 7 глава 14 стих в одни благополучие пользуйся благом а в одни несчастья размышляй то и другое соделал господь и там написано для чего так вот вместо того чтобы искать виновных сегодня очень многие спускают собак на президента трампа и задним числом начинают умничать обвинять его что он такой сякой он неправильного не вовремя хотя если внимательно просмотрите информацию не ошибается тот кто ничего не делает он делает очень много может быть не всегда правильно и не совсем можно быть согласны но он сделал очень много и он настоящий лидер он как в этом анекдоте про чапаева петька где должен быть командир на коней впереди поэтому трамп сегодня на коней впереди с оголенной саблей он делает очень много и это факт теперь он говорил о том что готовит страну к выводу это будет постепенно он не говорил как rtvi переводит он сейчас вот первого числа первого мая там откроет страну нет даже переводят они не честно неправильно в оригинале на пресс-конференции он говорит что я бы хотел я думаю надо готовиться надо делать план что это будет постепенно они или сознательно или специально переводе так что вот он сейчас возьмет откроет и начинают гнать на него ну в общем деньги он нам дал народ получил на прошедшие недели первые чеки липи им пришли переводы на их от аэрс нашей налоговой по 1200 долларов на нас также есть выплаты которые дают штаты лично из своего штатного бюджета это сделали в калифорнии даже в нашем штате это было но это не огромная сумма и поэтому когда было это объявлено кто успел первый тот не опоздал кто успел заполнить бумаги онлайн все как положено значит они получили или получат деньги также для большого бизнеса я лично знаю таких людей которые получили огромные кредиты там по 500 тысяч долларов они есть разные есть человек который получил два кредита по 500 тысяч на для разных целей по 4 процента части из которых они не будут выплачивать потому что часть которая будет потрачена на зарплату людям она не будет выплачиваться назад государству короче там есть очень много проектов я даже не вникаю потому что я не в той весовой категории когда мне чего-то дадут но я рад за тех кто может получать поэтому мы этот месяц прожили как я говорю при капиталистическом капитализме я вас слышал такие заговорки заголовки америка своих не бросает это факт америка своих не бросила дали деньги дали еду в общем люди не работают хотя есть другая статистика довольно таки печально я прослушал одного блогера из калифорнии он выдал такую интересную статистику что при увеличении безработицы на один процент в стране всегда бывает приблизительно 12 тысяч самоубийств то есть безработица это не не самое лучшее что может быть в стране хотя страна и помогает и пытается без бороться с безработицей но люди от безделия начинают сходить с ума количество семейных драм очень увеличилось от того что люди не привыкли коммуницировать в семье жить совместно со своей семьей матери пишут со тетях какие детки у них как их это все достало какие мужья плохие мужья обижаются на женщин в общем эта ситуация открыла в нас очень много тайного то что было непонятно и как я цитировал екклесиаста вот в такое время когда хорошо тогда можно наслаждаться жизнью иногда радоваться делать что-то а вот когда приходит плохое время размышляя я этот месяц очень много размышлял очень много думал читал и я очень доволен я очень счастлив что вот в этой ситуации я оказался в америке а не в какой-то другой стране где ты брошен на произвол плюс мне очень понравилось бесподобное словоблудие когда говорят американец такое таких два слова даже связать вместе не может он не может даже представить принудительная самоизоляция эти вещи несовместимы поэтому этот месяц я находился дома благо мы женой можем работать и прожив с ней 40 лет и этот месяц он абсолютно не привел ни к одному вообще к минимальному напряжению какому-то конфликту мы достаточно хорошо научились жить как апостол павел говорит и в бедности богатстве в недостатках и в изобилии во в разных ситуациях для нас это не повлияло я занимался своими делами работал онлайн я много читал много размышлял и за это время я развернул огромную работу в моем саду я загорел я просто весь был красный завтра опять у нас будет погода будет тепло я опять пойду работать к себе в сад в огород и буду дальше загорать я уделяю время для своего физического здоровья вот что я сделал я вам покажу в ближайшее время когда хотя бы немножечко приведу тот объем работы в порядок который я развернул там у меня кусок джунглей был я их выпиливал вырезал вычищал сжигал делал грядки строил маленькую тепличку я уже успел посадить помидоры посадить лук чеснок морковку бурачки клубнику там в общем можно пальцы загибать поэтому физический труд он мне помогал быть в тонусе и мой сосед итальянец когда я с ним разговаривал он говорит я сделай мне тур покажи мне твой сад мы пришли в сад я говорю ну знаешь я каждый день one step in the time как говорят американцы каждый по одному шагу он говорит а я вижу как ты работаешь лайка мус как 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 этот мус это лось он насмешил меня вот у меня сосед через границу от меня китаец а за ним дом купил украинец и такой рукастый парень он сейчас там ремонт делает он с утра до вечери до вечера во дворе работает делает большую работу со своим домом я копаюсь в саду а китаец приходит то к нему то ко мне и говорит и гайз мне между вами стыдно вы все работаете а я бездельничаю короче говоря мне это очень очень понравилось люди приходят останавливаются забора смотрят что мы делаем восхищаются обсыпают комплиментами в общем наше время проходит очень творчески и креативно так что ребят я думаю президент трамп сказал что техас будут открывать на следующей неделе поэтапно потом пойдут другие штаты возможно в первых числах мая вся америка постепенно вернется на круги своя экономика наша восстановится да и вот вспомнил хочу заметить некоторые говорят и я это читал и даже слышал и даже вроде грамотные люди но они говорили что америка денег напечатала и раздала типа станок включили это неправда деньги которые америка или государство дала людям они идут из будущих налогов то есть это не напечатанные деньги понимаете поэтому это большая разница и когда люди треплют того чего не знают что типа вау там американцы включили станок эти деньги ничего не стоят экономика обрушится нет экономика конечно в серьезном состоянии сейчас находится и я наблюдаю очень много работаю в этом плане и в ближайших полгода мы увидим куда экономика пойдет потому что американская экономика она влияет не только на нашу жизнь в сша но и на другие страны и все смотрят сейчас внимательно что будет происходить с экономикой соединенных штатов и наши экономисты очень хорошо просчитали поэтому они не выплатили нам по 500 баксов но и не дали по три тысячи они будут платить такую сумму которая по расчетам оптимальная для нас чтобы выжить чтобы экономику окончательно не разрушить так что будем надеяться на умные головы наших капиталистов которые устроили нам такой праздник и мы в этом празднике немножко пожили и поняли что бездельничать очень тяжело и многие говорят пойду на работу и домой не буду возвращаться их достал дом ну это юмор но некоторые так думают поэтому ребят если вас что-то интересует именно вот по этим вопросам пожалуйста пишите комментируйте я думаю что я буду сейчас чаще делать записывать что-то рассказывать что-то говорить какие-то темы просто вот этот месяц как-то у меня не было вдохновения не о чем было говорить я целыми днями работал по в саду потом приходил вечером падал шел в душ и потом падал в кровать и иногда силы даже не хватало посмотреть какие-нибудь видео на ютюбе самое продуктивное время это было утро и утром не некогда было писать так что ну вот такое мое извинение примите его если что вот надеюсь что мы дальше будем с вами сотрудничать и я буду по мере возможности с вами делиться нашей американской жизнью ну что ж как всегда благословений божьих вам здоровичка успехов берегите себя пусть все у вас получится пока